Сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции и Центра занятости населения проводят постоянную профориентационную работу с лицами, осужденными без изоляции от общества, помогают им в поиске работы и объясняют все положительные стороны официального трудоустройства и меры государственной поддержки в данном направлении. Начиная с августа месяца, Уголовно-исполнительная инспекция совместно с Центром занятости начали применять новые методы совместной работы с осужденными и к наказаниям, не связанной изоляцией от общества по поводу их дальнейшего трудоустройства. Взаимодействие и помощь социального характера – это одно из многих направлений, чем занимается Уголовно-исполнительная инспекция. Здесь мы людям стараемся объяснить преимущества официального трудоустройства, потому что трудоустроенный человек меньше занятый, меньше способен на повторное преступление, скажем так. Если он будет занят, работает, то есть у него будет меньше свободного времени и умыслов, так сказать, вступить опять на скорбую дорогу. Мы также рассказываем о тех возможностях, которые открываются перед ними, когда они встают в Центр занятости, о том, что какие у нас возможны обучения с дальнейшим трудоустройством, направляем, то есть профилирование. У нас работает психолог с ними, который проводит им тестирование, выявляет их направленность. Допустим, если человек всю жизнь проработал, а здесь, может быть, у него склонность совершенно к другому, то есть здесь как бы идет вот такая направленность. И то есть мы, если какие-то жизненные ситуации случаются, то есть работа психолога очень важна с ними. Работа в России – это единая цифровая платформа на всей территории России, где люди, которые встают на учет, могут пользоваться всеми условиями для поиска работы. Также это относится и к осужденным, и тем, кто уже побывал в местах лишения свободы. Незнание их, да, то, что они на что имеют право и на что претендуют. Мы им помогаем в этом, то есть мы им рассказываем, на что они могут претендовать, какую помощь мы им можем оказать. И в этом заключается наша работа, то есть постановка их на учет, доведение их до трудоустройства. Встав на учет в Центр занятости, есть возможность пройти обучение накрановщика, охранника, кладовщика и многое другое. Кроме того, есть возможность переобучения как для мужчин, так и для женщин. Целью уголовного наказания является исправление осужденных и недопущение совершения ими повторных преступлений. Недавно было совещание в администрации Амурского района, где собирались представители органов и учреждений Амурского района. И рассматривался вопрос о том, что в Амурском районе уровень довольно высокий повторной преступности именно среди осужденных, которые состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции, то есть у которых уголовные наказания не связаны с изоляцией от общества. И проведен анализ причин, по которым они совершают повторные преступления. Разные причины и, так скажем, определено было, что одной из основных причин – это незанятость данных осужденных. Незанятость – это то есть они не учатся, официально нигде не работают, имеют достаточно много времени. И от безделия, как говорится, противоправное их поведение. Поэтому было принято на совещании решение более плотно организовать работу с Центром занятости населения и с Центром социальной поддержки населения по этому вопросу. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции выбирают из осужденных, которые состоят на учете, тех лиц, которые нетрудоустроены, и приглашают их в Центр занятости на профилактическую беседу. А там им уже и предлагают работу. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вместе с работниками Центра занятости проводят профилактические беседы, которые касаются плюсов официального трудоустройства. Совместная работа между уголовно-исполнительной инспекцией и Центром занятости проводится регулярно и активно, что способствует исправлению граждан, которые отступились, нарушив закон.